Черные, блестящие и зернистые. Если асфальтобетонную смесь по внешнему виду легко спутать с черной икрой, значит она сделана как надо, говорят рабочие. Но внешность не главная, мужчины подтвердят, а потому качество асфальтобетона проверяют в несколько этапов. На месте, консистенцию и температуру и в лаборатории. Качественный состав. Ежедневно в ходе производства работ дается пробы литой асфальтобетонной смеси непосредственно с Кохера, а также от завода производителя, где сдается в лабораторию заказчика, где проверяется ее качество. На улице регуляционной ямы заливают проверенным асфальтобетоном. Все по правилам. Сначала их готовят, обрабатывают края и выдувают пыль и мусор. И только затем заливают горячей смесью. После того, как участок дороги отремонтирован, автомобилистам придется потерпеть и не ездить по нему еще около 20-30 минут. Именно столько будет остывать разогретый до 220 градусов асфальт. Ямочный ремонт сейчас в самом разгаре. По поручению главы Самары Олега Фурсова он проходит круглосуточно. Увеличено количество бригад с 15 до 20, а горячий асфальт к местному назначению подвозит 11 кохеров. К временным затруднениям движения на дорогах из-за ремонта автомобилисты относятся понимающе. Постоянно вижу оранжевый жилет, постоянно вижу оборудование специальное. Ну, посмотрим. Вроде как обещают до середины весны все это доделать. Зима выдалась достаточно суровой. Это и осадки, это и перепады температур постоянные, которые сам как водитель, вы видите, я замечаю. Поэтому хотя бы такой ремонт очень полезен мне как водителю в любом случае. Автомобилистам нужно тщательно выбирать маршрут. Только этим вечером работы будут идти одновременно на 13 улицах. В том числе на Мариса Тореза, на участке от Мяги до Партизанской, на проспекте Карла Маркса от Кирова до Ново-Вокзальной. Полный график работ можно найти на сайте городской администрации. Марина Матвеична, Максим Гусев, События.